Сегодня Центр обработки вызовов системы 112 отмечает свой первый юбилей. Это молодая служба, но за этот период помогла многим. Оперативно, вежливо и корректно, каким бы ни было состояние собеседника, принять вызов. Это непросто, но главная функция специалиста службы – помогать людям. Психологически сложно, но возможно. В этом убедилась Альбина Ламкова. Оператор 112, что у вас случилось? Населенный пункт, где вы проживаете? 28 лет Алла Дробязко дала службе диспетчера. Из них 5 лет она работает в Центре обработки вызовов системы 112. Это тот случай, когда человек нашел свое призвание в жизни. Главное качество специалиста службы – стрессоустойчивость, внимательность и быстрая реакция на звонок. Имея такой опыт за плечами, Алла Ивановна не только научилась максимально быстро и грамотно реагировать на экстренные вызовы, справляться собственными эмоциями, но и обучила не одну группу операторов. Кто звонит, плачет. Кто звонит, кричит. Кто звонит и замыкается, не знает, что сказать дальше, как обращаться. Ну вот обучаем наших операторов, чтобы они были готовы к приему всех таких вызовов. Поэтому человек, который работает оператором службы 112, не должен подпадать под впечатление. Без эмоций быстро понять причину звонка. Все это приходит с годами. Темы обращений разные и все о помощи. Есть те, которые волей и неволей оставляют отпечаток в памяти. Говорит Алла Ивановна, вспоминая недавний звонок. Обратилась женщина в состоянии паники. Ее ребенок задыхался. Время шло на секунды. Даже минуты не прошло, второй вызов от нее идет и попадает на меня. И она уже кричит, что ребенок перестал дышать. И тогда быстро этот вызов приняли. Быстро стали звонить на скорую, чтобы они ускорили свой выезд. Они сказали, прям скорой передадут, чтобы они ехали быстро, сиренно. И все. Вот такой случай. Да, успели. В день юбилея Центра обработки вызовов системы 112 труд Аллы Ивановны был отмечен, как и большинство ее коллег. Пришли поздравить виновников торжества из разных ведомств республики. Мы все знаем, что служба спасения вызов 112 для каждого человека, когда он набирает этот номер, это что-то такое трудное или что-то произошло. И вы всегда рядом. Быстро, грамотно и оперативно принять вызовы и назначить службу – основная задача оператора, говорит директор Центра гражданской защиты Борис Белайпанов. На сегодняшний день в структуре ведомства пять смен. В сутки через четыре заступает по восемь человек. В их состав входят в обязательном порядке психологи, переводчики с английского языка и инженеры, для того, чтобы система работала бесперебойно. Есть нормативы по количеству штатных сотрудников. Каждый год его увеличивают. А во время пандемии, кроме основных обязанностей, служба активно работала, оказывая помощь населению и принимала вызовы по номеру 122. Мы надеемся, что в ближайшее время мы доведем штат сотрудников до нормы положенности. На нашу республику положено 12 человек в смене. Для нас всех цель как можно быстрее отправить тех специалистов, тех экспертов, которые помогают нашему населению, чтобы минимизировать, так сказать, потери и различные негативные влияния. Колоссально тяжелый труд. Ни один звонок не должен остаться незамеченным. Каждое обращение должно быть грамотно отработано, отметил директор Республиканского центра медицины катастрофы и скорой медицинской помощи Адзорохтов. Я не понаслышке знаю ту нагрузку, которую вы несете в этом направлении. Мы с такой же нагрузкой сталкиваемся и сами у себя на работе. Поэтому в первую очередь хотелось бы пожелать вам терпения. Надо отрабатывать все это психологически и пропускать все это через себя. Звонки поступают самые разнообразные. Вы должны в максимально короткие сроки успеть все это принять. За пять лет операторами центра обработки вызовов системы 112 поступило более миллиона звонков. Альбина Ламкова, Алий Бастанов, Вести, Корчаево, Черкесия.